Здравствуйте друзья! В этом уроке мы рассмотрим очередную задачу, которую можно делегировать умному дому, это увлажнение воздуха в помещении. В рамках этого кейса используется самый обычный увлажнитель воздуха с ручным управлением при помощи ручки регулятора. Она единоразово устанавливается в положение, которое обеспечивает комфортный уровень увлажнения, и все дальнейшее управление происходит через управляемое реле или розетку. В текстовом виде весь код показанный в уроке доступен по ссылке в описании. Увлажнители воздуха актуальны в холодное время года, когда воздух с улицы не способен удерживать большое количество влаги. Летом уровень влажности обычно достаточен. Поэтому начать я предлагаю с создания виртуального переключателя, режима увлажнения и завязать на него работу увлажнителя. Стандартные варианты типа Input Boolean нам не подходят, так как состояние переключателя должно храниться месяцами и не зависеть от перезагрузок и обновлений Home Assistant. Я использую следующий метод. На платформе MQTT создаю бинарный сенсор, состояние которого зависит от содержимого топика в MQTT брокере. В данном случае обрабатываются записи On и Off. А в качестве переключателя будет использоваться сущность свитч на платформе Template. Статус свитча синхронизируется с состоянием созданного нами бинарного сенсора. Действие при включении запись сообщения On в тот же топик в который смотрит бинарник. Соответственно при выключении пишем Off. Таким образом у нас имеется полностью виртуальный выключатель, привязанный через бинарный сенсор к записям в MQTT брокер, которое он сам же и меняет. Теперь создадим сущности, учитывающие остальные условия, которые должны соблюдаться для включения увлажнителя. На базе платформы TOT, Time of Day, создаю сенсор который будет активен с 9 утра до 10 вечера, в остальное время увлажнитель работать не будет чтобы не мешать гудению. Согласно примеру про который я рассказывал в уроке 8.4 виртуализации, создадим Template Sensor который будет следить за состоянием окон. Он станет активен если хотя бы одно из окон будет открытым более 30 секунд. Для удобства использования и нативности я делаю результирующий сенсор который назвал увлажнение. Он будет активен при закрытых окнах, включенном в ручную режиме увлажнения, в дневное время указанное в параметрах TOT сенсора. Для установки уровня влажности я использую стандартную сущность input number. Она выглядит как ползунок регулятор. По умолчанию его значение равно 50, это стандартный уровень влажности, я его обычно не меняю. Но при желании его можно регулировать в указанных пределах, я поставил плюс минус 20%. Все нужное у нас есть, пора переходить к автоматизации управляющей увлажнителем через розетку. Триггером для нее служат несколько событий. Первое это запуск Home Assistant, чтобы она могла отработать сразу после перезагрузки. Далее автоматизация следит за изменением состояний сущностей. Ползунка регулировки уровня влажности. Изменение показаний получаемых с комнатного датчика влажности. Изменение состояния результирующего сенсора увлажнения. При любом из этих событий запускается действие автоматизации, которая начинается с шаблона выбора запускаемого сервиса. Создается интервал допустимой влажности гистерезис. В этом примере пороговые значения равны плюс минус 5% от установленного на input number. Они присваиваются переменным high и low. Далее создается переменная, которая присваивается фактическое значение влажности с сенсора. После этого автоматизация проверяет условия. Если фактическое значение влажности выше верхнего порога, плюс 5% от установленного на input number, выбирается сервис Switch Turn Off. Этот же сервис будет выбран если статус результирующего сенсора увлажнения будет выключен. Помним, что он проверяет и состояние режима увлажнения, и окон и времени суток. Если влажность меньше нижнего порога минус 5% от установленного и сенсор увлажнения включен, тогда выбирается сервис Switch Turn On. И в конце стоит логическая заглушка. Если ни одно из условий не сработало, то выбирается сервис, совпадающий с статусом розетки увлажнителя. Он ничего не меняет. Теперь, когда у нас выбран сервис включить или выключить, указываем название сущности реле или розетки через которую включен увлажнитель. Таким образом, если соблюдаются условия для увлажнения и влажность ниже пороговой, увлажнитель будет включен. В противном случае выключен. Если на розетке есть энергомонитор, можно сделать проверку уровня воды. Экспериментально надо выяснить какую мощность потребляют увлажнитель с водой и без. В этом примере, если мощность на розетке будет менее 10 ватт на протяжении двух минут, при этом сама розетка будет включена, через telegram-бот придет уведомление о том, что закончилась вода или увлажнитель кто-то выключил вручную. Вот так выглядит созданный нами пакетч. Переключатель режима работы включается с наступлением холодов осенью и выключается поздней весной. Сенсор увлажнения следит за соответствием всех условий, режим работы, состояние окон и время суток. Фактически уровень влажности получаем из сенсора. Ползунок, которым можно установить желаемый уровень влажности с учетом установленного порога. Для отключения розетки он должен быть более чем на 5% ниже текущего. Для включения на установленное в автоматизации значение выше. Сенсор окон, который может следить сразу за несколькими сенсорами открытия и отсеивать короткие открытия, в данном примере менее 30 секунд. Сенсор времени он активен с 9 утра до 10 вечера. И розетка или реле в которую включен увлажнитель. При наличии сенсора энергомониторинга, можно отлавливать моменты когда закончилась вода. Показанный в уроке кейс используется и в моей системе и не в одной комнате. За время работы удалось обнаружить и устранить все косяки и недоработки, так что это совершенно рабочий пример, а не голая теория. Надеюсь что информация вам пригодится, если так ставьте свои лайки, это меня мотивирует. Если вы еще не подписались на мой канал, еще не поздно сделать это сейчас. Внимательно смотрите описание этого видео, там вы найдете ссылки и на текстовый файл с кодом урока, и на мой телеграмм канал и на удобную таблицу конструктор умного дома с большим выбором устройств. Если вы захотите поддержать мой канал, там же найдется ссылка на патреон. На этом все, спасибо за внимание.